Константин Федотов родился в Горьковской области. Война застала его еще на школьной скамье. События на фронте развивались стремительно. Тогда еще совсем молодой парень не успел даже закончить курсы солдатского мастерства. После пяти месяцев в учебке его направили на Второй Белорусский фронт. Впереди Константина Сергеевича ждала карьера в армейской разведке. Вашими плечами тяжелый путь войскового разведчика. Участие в решающих наступательных операциях Красной Армии от операции «Багратион» до последней берлинской операции. На вашей груди самые почетные боевые ордена и медали, которые вручались только за личный подвиг. Осваивать ремесло пришлось прямо в бою. Сослуживцы, опытные разведчики были рядом. Сам погибая, товарища выручай – один из главных законов боевого братства. Константин Сергеевич вскоре столкнулся с ним лично. Уходя от фашистов, ему пришлось на себе вытаскивать погибшего товарища. Это человек, который олицетворяет поколение фронтовиков, поколение людей, которые основную свою часть жизни прожили в Советском Союзе. Все старшее поколение, смотря на него, сравнивает его с теми идеалами, которые были в недалеком прошлом. В отдельной разведывательной роте Константин Федотов прошел с боями от Могилева до самого Одера. Он освобождал Минск, Гродно, Восточную Пруссию, Польшу, Померанию. А после войны служил на Дальнем Востоке. Уволился лишь по достижении предельного срока службы в звании полковника. Тогда-то он и занялся работой ветеранской организации Одинцовского района. Уже много лет разведчик посещает с лекциями школы и колледжи. Думаю, что вся наша деятельность, насколько нам отведена, до последнего дня будет посещена к работе по патриотическому испытанию молодежи, школьникам. На празднике в его честь соратники, коллеги, многочисленные друзья и, конечно, родня. На сцене песни о милом и дорогом. С малых лет Константин Сергеевич любит животных и, в особенности, лошадей. Репертуар исполнителей в день рождения героя был соответствующим. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лед, ой, ой, о том, как я в Россию влюблен. 90 лет – это солидный срок. Для Константина Сергеевича это долгая и насыщенная жизнь на благо своей страны и своего народа. В прошлом война, общественная работа и многое другое. Впереди – огромные планы. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.